Продолжение следует... Мы просили, чтобы он забронировал элитную квартиру. Да, в Воронеже. Ехали мы долго с Петей, конечно. А то ему поспать надо было в дороге. То походить, то подумать. Сейчас будем стресс снимать. С такие лодочек. С подсухарей. Так, все нормально. Можно даже помакать. Да, еще сколько не пил. Под закуски. Ой. Ну что же у нас еще? Пути пока ехали. Да ничего. Течек, да? Бат 900 километров. Ты понял, да? Тетя 4-я. Ты шла. У тебя Джета сколько съедает? 7-8. Ой. Перьдец, может сейчас надо будет завтра дневной обзор сделать у Воронежа. Да? Ты же не хотите с Лехой пойти буруна погонять на водохранилище? Или крыги поломать? Леха, наверное, не знаешь, что такое бурун? Нет. Когда такой лед немножко тавище. Ты на него бежишь, а он вот, видно, волной идет. Надо успеть. Чтобы не ебнуться под лед. Нормально. Сейчас можно еще такая погода переменчивать. Как раз мы как раз проезжал и наблюдал. Лед встал. Ну, угу. Или крыги поломать. Берешь, короче, становишься, ну, караешься к льда. Двоем, втроем. И ломаешь, короче, лед. Крыги наломал, короче. Потом по ним бегаешь их въебнутые. Пока не ебнется кто-нибудь. Вот снимал такие игры. Ну, мы уже на море выросли, понимаешь, в Кахтарске. У нас такие постоянно были игры. Собачку-драчку. Собачку-драчку. Куча малая, нет? А меня не говорили, что крыгаешь? А то он мне сегодня звонил. Думал, может, сказать. Там думаю, что. Да не, алё, ну, не. Какой, по согроженной программе. Это кому? Лихальков. Ну, так намерение, как у Андрюши. Квадратно. А, это Чалова племянник? Ну, он там. Кого? Он? Он же Олег, который родственник. Все, съезжаем с квартиры. Нам Леха Юрис подогнал хату такую в Воронеже, где мы переночевались. С Петей Петевичем. Что, Петевич, ты выспался, да? Да. Все нормально, все четко, да? Все четко. Посуды такой не было, пришлось из этих, из пластиковых мисок пить пиво. Ну, так выспались, отдохнули, в принципе. Сейчас едем. К машине ко второй, как фольксваген и транспортеров. Грузчики будут в 11 часов. Грузимся, едем на Москву домой. Такое у нас путешествие. Давай, пакеты сейчас. Все. А у тебя ключи? У тебя. Угу. Подожди. Сейчас созвонились с Лехой с Петей Петей, чем на работу к нему. Поставили машину на стоянку здесь, на охраняемую. Сейчас забираем, ем клёв к нашему юристу. Не штатно. Мое название штатный юрист наш. Отдаем ключи от квартиры. Ну, и поедем у нас на фольксваген наш, который мы купили на компанию. Ну, да, налево. Вчера я его гнал. С Краснодара выехали в 3 часа ночи. Баков мне хватило на 950 километров одной заправки. В принципе, очень экономичный автобус. На дальние путешествия. Ну, вообще для перевозок и всё. В принципе, УКБшку буровых будет возить. Само. Конечно, погода минус 5. Вчера был ветер очень сильный, когда ехали. Сейчас погода восстановилась более-менее. Ветра нету. Петя на переговорах. Восстановилась погода. Минус 5 вчера было. Конечно, с Краснодаром не сравнить. Климат сразу. Холодно. Ветер. Уезжали. В Краснодаре, конечно, ещё было плюс 6, плюс 7. Тепла. Здесь, так смотрю, снежок лежит. Лёд лежит. Сейчас позавтракаем. Грузимся. Как я ещё раз говорил. Грузчика вызвал на 11 часов утра. Должны прийти. Просто с 15 этажа придётся спускать нам диван. Ну, как мы с Петей решили, чтобы мы сэкономим на своих силах, чтобы нам ещё ехать до Москвы. Я заказал грузчика. Оставайтесь на нашем канале. Ставьте лайки. Смотрите видео. Меня и Петю Петевича. Маленький такой обзор. Мы выехали мы со стоянки по Воронежу. А куда мы едем? К Лёхе. К Лёхе, да? К нашему нештатному юристу. Не штатник. Не штатник. Это где мы едем? Ну, расскажи так о Воронеже. Ну, в Покойной улице. Ты же бывший местный житель. Бывший местный. Бывший местный житель. Я тебя пока подсниму. Улица Антона Овсиенко. Антона Овсиенко, да? Ну, да. Это окружная улица, получается. На выезд. Блин, развороты. То есть. Давай-давай. Ныряй-ныряй-ныряй. Ныряй-ныряй. Это окружная, получается. Куда она выходит у нас? По ней, если мы и поедем. По ней поехать на Москву выезд. Выезд. А сюда, на Белгород, да? Или на Курское направление? Да, Курское направление, Белгород. В ту сторону. Чтоб через центр не ехали. Ну, ее недавно, да, как бы построили, сделали, да? Несколько лет, да. Не очень давно. Сколько ты, Леха, прожил в Воронеже? Ну, вот вообще, в общем. В общем, ну, что скажем, университет. Ну, лет восемь, наверное, прожил. Как с Америки, да, вернулся? Ну, до этого, в какой-то институте. Ну, в принципе, мы школу закончили, да? И ты сюда переехал, да? Да. А, не то, что школу закончил. Ты же поехал в девятом классе, да, сюда заканчивал? Или какой-нибудь 10-11 заканчивал? 10-11. 10-11, да. В какой-то школе учился? Восьмой гимназии. Гимназия, да, чисто? Чисто, да. Петя-петя, гимназист был. А там какой, с финансовым уклонностями были, да? Или с какими? Технически. Технически, да. Ну, ты как-то выбрал свою, как бы, деятельность чисто экономическую, да? Техническую тебе не пошла, да, да? Там чертежи, все дела. Это очень тяжело для твоего ума. Технически, по финансам, по табличкам, да? Да, да. Ну, понятно. Что такое? Блин, я так не обзорчик. Да. Что там подогрелось, да? Достаточно. Достаточно, да. А сколько у нас сейчас? А, 6,5 градусов. Воронежа. Как вот этот район называется? Сейчас мы заехали. Называется. Это район гормолзавода, на 45-й стриховой дивизи. Мол, вес, ну-ка. А это вкуснотеево, да? Ну, весь холдинг, да. А он воронежский или московский, получается? Там все вместе. Что-то не объединили. Ну, вес. Да. Там он есть, получается. Вкуснотеево и Орды делают. Да, вкусношно. Да, ну дорога так, хотел бы сказать, желал бы лучше по городу Воронежа, конечно. Ну, тоже в Краснодаре, конечно, с этими люками, со всеми делами тоже там, беда бедой, конечно. Мамочка приехала, не приехала. Так, где-то здесь все, дом. Ну, вот дом. Где-то здесь у них офис, да? Воронеж, геология. О, коллеги наши, прикинь. Воронеж, геология. Подъехали к Лехе. Ждем Леху ключи отдать. И оказалось здесь, от Воронеж, геология. Флапань на территории. Коллеги наши. Петя Петевич. Едем потихоньку. Выехали вот с Воронежа по городу едем. На автобусе, я думаю, автобус. Обзор потом сделаем на него. Загрузились вещами. Едем в Пушкино. Не знаю, сейчас время у нас. Час. А у нас самый час пик, попадем в Москве. Вот так. Продолжение следует.